Новый асфальт на Сигутском шоссе уже в трещинах. И хотя этот участок будет покрыт еще одним слоем, трещин быть не должно, признает заказчик работ Латвия Свалсцели. Но подрядчик Бинтерс объясняет, что на качество покрытия и впредь будет влиять болото, которое находится под ним. 14 километров как по волнам. Такое чувство испытываешь, проезжая по дороге Завангажи в направлении Сените, говорят некоторые водители. Строительство дороги не закончено. Весной будет уложен еще один слой асфальта. Но на некоторых участках уже появились трещины. Заказчик ремонта говорит, что трещин там быть не должно. В нижнем слое трещин не должно быть. И теперь главное выяснить причину, почему они появились. И причиной могут быть материалы, технологии или геологические особенности этого места. Трещины заполнены битумной мастикой, которая не позволяет воде проникать глубже в конструкцию. С воздуха видно, что с обеих сторон дороги болото. В канавах вдоль полотна вода. Строители, а это предприятие Бинтер, утверждают, что причина трещин — болото. Также под асфальтом находится слой торфа. К старому асфальту с бетонной крошкой добавлен цемент. В середине красный геотекстиль. Ни песок, ни грунт не менялись. Только укрепили боковые склоны. Ведётся мониторинг. Мы следим за тем, как ведут себя трещины. Становится длиннее или шире? Будем искать решение вместе с заказчиком и проектировщиком. Проектировщик предполагал, что слои торфа достаточно уплотнены. Теперь ясно, что потребуется бурение и, возможно, изменения в проекте. Только когда мы поймём, как возникают эти трещины, мы сможем выбрать правильные методы, которые устранят трещины надолго. Работы на этом участке дороги возобновятся весной. Будет уложен верхний слой асфальта, выполнены отделочные работы, установлены барьеры и построен ротационный круг Сените.